всем привет сегодня у нас предпятница то есть четверг предпятница ну в общем с утра проснулся что-то посмотрел у нас была неделя дождя в аргентине ну буенос айрес я имею ввиду ориентина большая может кого не было дождя и сегодня этот самый солнце вышло вот так вот сегодня и решил я что надо этот день отметить поехать парк на рыбалочку или просто посидеть отдохнуть посмотрим как как бы даст как пошлет парк у нас вот такой городской вот этот парк еще называют парки для вас не не стоит парк детей а он и дети кстати бегают здесь вот это все стоянки для машин но так как четверг утро конечно вот суббота осенью тут занята бывает места нету стать а сейчас вот вашим только тут вот это и он там рыбаки по приезжали он там школьный автобус далеко стоит детей привезут они там ходят экскурсии и все вот там столики такие где покушать дальше площадки ну еще у нас не наступила весна весна через две недели официально наступает вот тогда тут будет побольше народу теплее станет уже на субботу передают 22-24 градуса тепла сегодня где-то 18-20 передает будет но одним словом тут официально он открывается так чтобы все аттракционы все остальное песок зонтики стояли там для загорания делает это он открывается в летние каникулы то есть декабрь январь февраль вот эти три месяца у нас летние каникулы вот тут парк полностью открытый со всеми аттракционами с музыкой с этими организаторами всяких штук а сейчас вот набережная набережная нашей реки лаплата на той стороне уругвай на этой ориентина вот туда пойду ловить так что все вот такой у меня предпятница утром просыпаетесь и говорите привет хороший вам предпятницы вот так пойду я рыбачу сейчас достану свои вещи и он туда это попугаи он стадо это у нас называется как бы местные воробьи а два еще догоняет и так закинулся сегодня у нас вот так тишина правда там одного пехере я поймали пехе я уже объяснял пехере это корюшка но у нас сейчас на корюшку запрет веда называется то есть вот этот брачный период у нее пехере я значит с 31 сентября по моему до 2 декабря нельзя его ловить можно в принципе на одну удочку и только суббота воскресенье и праздники вот запрет можно ловить вот так вот на одну удочку суббота воскресенье и праздники в остальные дни запрет на ловлю корюшки у нас все кричат все теперь будем ловить карпа будем ловить там богу еще что не будем ловить посмотрим сам будем ловить а только закинулся одну закинул на колбасу одну удочку с колокольчиком это на богу одну закинул с этим самым с тестом скажем так ну там не конкретно тесто там приманка такая на пружину посмотрим что получится вот видите вот на этот форм на пружину набил а этого не длин а колбаса кто не верит вот вот сухая колбаса обычная вот на кусочки реже забрасываешь было хорошо на нее ловится если она есть конечно может и нету это тело такое всегда бывает что то есть что то нет так мы сегодня поспокойней пока народу немного видел пока что только одну корюшку 1 пехере они там поймали хоть и запрет на чушь ты же мне запретишь прицепиться он прицепился не вытянули так что все как кто-то там не писал что говорит для счастья в аргентине надо ходить по улицам фильмы снимать компьютера ремонтировать и рыбу ловить в парке да вот так он захотел четверг рыбу парки ловить пришел в парке правда пока что пытаясь и ловить да ничего так скоро у нас будет весна я думаю наконец-то это вот ерунда может закончиться уже конечно итоге когда не будете дожди что ты этот год вообще дождливый такой стал кто не знает вот там куда сейчас камера смотрит на том берегу уругвай хорошую погоду видно в этом случае так далеке-вдалеке берегу ругая хорошую погоду видно это будет нас айрес на эту сторону так пока не клюет но говорят что после часу будет вода подниматься ну прилив начнется сегодня я кстати не посмотрел нас в интернете можно посмотреть когда там нашей речке прилив отлив и тогда клев может появиться он там браконьеры и наши так сказать ну и которые ловят корюшку все-таки запретка сегодня какая но им это по барабану на меня спрашивали что я так долго не снимал ничего ли не случилось ничего не случилось просто работой занимался устанавливал почтовый сервер выносил почту на отдельный сервер тоже я там показал это конечно я показал ну не всю конфигурацию которая внутри а потом там материнскую плату микропроцессор все поменял то есть это в этом к ходе теперь нормально почту всю вынес в отдельный компьютер потом буду актуализировать ставить новые ubuntu linux и которые уже за этот год на другие компьютера так что был просто немного занят в эту теме соответственно так как это надо делать быстро чтобы там все кто пользуется серверами почту и свои не потеряли еще что-то надо не растягивать удовольствие 12 там дня туда-сюда по ночам и вперед так сегодня можно прямо загорать вот свежие уже листочки начинает идти в этом говорили что у вас уже листья попадали не у нас уже листья не попадали у нас уже еще листья не не по вырастали скажем так вот только начинает расти потому что у нас еще зима на субботу обещает по некоторым прогнозам 24 градуса по некоторым обещает 26 градусов мы посмотрим до вчерашнего дня было дождь и вообще этот дождь уже идет где-то ну как в основной своей массе больше пасмурных дней в этом году чем солнечных потому это немного задолбало в другие воды как-то больше солнечных звездей он только листья распускается вылазит многие деревья же цветут более фруктовые так не понял что-то поймал он там или нет а ну пойдем посмотрим до поймал шкурку от от этого самого от яблока ладно пока не на колбасу не на тесто не клюет будем ждать ждать может вода подниматься начнет может тогда выходной день здесь забиты этими сами лодками парусниками а сегодня эти чуть-чуть там 12 смотрите как у нас будет доставать зацепили за камни доставать Посмотрим как Кусок цепа Капроновый шнур Цепок И какие-то крючки Зацепило Будет доставать Бай, бай Бай, бай Бай Заме координата Субтитры сделал DimaTorzok 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 загородом рыбалка для того чтобы домой взять это за городом рыбалка чтобы просто прийти в парк позагорать покидать удочку это здесь я просто объяснил почему не берем здесь потому что хотя вот мужик рассказывал вот по телефону ходит звонит он примеру лось здесь карпы и берет знаете куда у них потом девает у них кори кореянцам продает корейцам говорит они у меня покупают нормально эти карты так что поймешь кто-то не берет что-то берет и продает корейцам там еще кому-нибудь двинет а корейцы потом наверно китайском районе нам продают так что никогда не знаешь откуда ты взял откуда нельзя это такое дело не его поймали то что магазине купил мы просто объясняем вот эта вода она в принципе в принципе чистая вот этот цвет воды это потому что здесь идет сверху этот пара на это кстати вот лаплата да это даже не пара на тут уже река лаплата называется то после того как пара на сливается вот речка пара на которая идет в бразилии и речка уругвай есть и вот эти две реки большие сливается здесь под начале перед буэнос-айрусом в одну и вот это лаплата получается создана из этих двух рек вот из речки уругвай и из речки парана и потом впадает вот в атлантический океан так что это еще не океан это еще река это слив двух больших рек соответственно конечно там средине тоже полно рыбы все но мы ждем что подберег подойдет так что вот так сюда по сезону подходит хищники дорадо и все остальное там бога сейчас дома появится уже вот уже было на прошлой неделе потом снова что-то пропало сегодня не клюет она на колбасу клевать а карпан здесь живет он там кстати называется усина он так как я так показываю вдалеке такие стоят теплостанции типа такая он дымит вот такого нее там карп круглосуточно ловится так что аж свистает но место не самое хорошее имею дубу безопасности местные бомжики обосновались так что самому просто так то не знает лучше туда не ходить на рыбалку есть куча нормальных мест а по кто-то бежит может у ничего клюнула она кстати подойти посмотреть все равно мы не клюют пока а вернем пресе это закан дуаля а но и Песка. а ментозема на трассе, я тоже тоже самое. Я взял первую и начался с другой стороны. И я был в спальне, скажем. И потом, другой человек, который был близко, сказал мне, что он подходит на танца. И танца здесь. И, конечно. Я иду по-как. Я иду по-как. И потом, чтобы выставали танца, и я иду по-каку. И, когда они по-каку, они по-каку, они по-каку, но они не по-каку. Я думаю, что они активируют, и я думаю, что сейчас будет изменяться темпорадой, они будут идти в другую сторону. Если дурят 1-2 недели холодно, так? Ничего еще не вытянул Тот мужик шутил Другие рассказали, что до понедельника будет такое тепло хорошее Типа передают прогностику А потом во вторник снова грозы Так что еще все так происходит, как бы это перемена погоды Еще не стабилизировалась Но все равно приятно Такая зима хорошая Бывает временами Суруби Суруби? 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 Молодцы суруби? Молодцы!! Поехал? Ну watch! Туye! He? Ого! Туye! Круг суруби? Ш стекста! была красота. Рыба есть, отдыхает, есть здесь, грибы в парках растут, но у нас грибы растут только за 400 км. Голуби. Воробьев даже видел сегодня. Мало их вообще здесь, но видел. Горьон, по-моему, называется. Воробей у нас тут. Валентинский. Смотрите. Красота. Ладно, все. Погнали к машине и домой. Мне отсюда 10 минут я дома.